история рунтера часть 1 территории глава 11 история бездны рожденная вместе с самой вселенной бездна воплощение непостижимого небытия из подземных глубин это неутолимый голод готовы ждать целую вечность пока его повелители таинственные наблюдатели не решат положить конец всему сущему смертные которых коснется эта сила вынуждены пережить необъятную боль одного мгновения которой достаточно чтобы сломить даже самый сильный разум сами обитатели бездны порождение этой глубинной сущности и многие из них лишены сознания но цель у них есть превратить рунтеру в мертвую пустыню легенды и факты непостижимая мощь древние поверья гласят что в бездонной тьме глубоко под землей спят порождение бездны когда-то первыми спустившиеся на землю рунтеры и если молвание ужет то тысячелетия терпеливого ожидания закончились пришло время выйти из спячки и явить себя этому миру падение икатии когда-то под стенами древней икатии гремела великая и ужасная битва с бездной последствия земли вокруг проклятого города превратились в заброшенные пустоши а само поселение исчезло с карт шуримы наверное глупо было надеяться что ужас который когда-то вырвался на свободу когда-нибудь сотрется из нашей памяти пролом на задворках икатии раскинулся разлом свидетельство того что сама бездна вырвалась из подземную глубину в век погребенные под толщей следующих столетий много было любопытных смельщиков пытавшихся больше разузнать о минувших событиях но только самые отчаянные исследователи посмели бы спуститься в сердце тьмы мор и глад один из немногих известных способов борьбы с бездной уморить ее голодом безорганической и магической пищи рост бездны замедляется а затем она окончательно впадает спячку порождение бездны бездна плодовита на ужас но ни одно из ее порождений не похоже на другое их потусторонние формы столь же разнообразны сколь и страшны все они одержимы неутолимым голодом а жуткие пульсации жестоких сердец заставляют их неуклонимо двигаться вперед доспехи тьмы согласно некоторым легендам когда порождение бездны впервые вылезают наружу они представляют собой бледных волокнистых существ при этом весьма изворотливых по мере взросления участки их туловища затвердевают покрываясь раковистым хитином со временем эта оболочка становится невероятно прочной и может выдержать удар практически любого оружия всех благодарю за просмотр до встречи в следующих видео а и Продолжение следует...